МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организация питания при этом возлагается на местные власти в зоне развертывания городка. В республике есть государственное учреждение защиты, в котором подготовлены палатки, матрасы, раскладушки, различный утварь на 200 человек. Плюс в Главном управлении МЧС России по республике МРИЛ для сводных мобильных отрядов, которые будут участвовать в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций, в отрыве от мест постоянных дислокаций, есть городок для жизнеобеспечения своего личного состава. Он рассчитан на 50 человек. Там будет возможность зарядить телефоны, связаться с кем-то по мобильной связи, довести информацию, где находятся, что они живы, здоровы. Им будет в случае чего оказана психологическая помощь. Ну и если где-то нужна экстренная медицинская, уже с помощью Центра медицины катастроф. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации также предусмотрены и традиционные пункты временного размещения. Их в республике около 200. Обычно это помещения школ. Так, в ходе подготовки к паводку такие пункты будут развернуты в 12-й и 13-й школах Ешкаралы. Напомню, в зону возможного подтопления в столице МРИЛ попадают улицы Чапаева, Луговая, Красноармейская, Слобода, микрорайоны Тарханово, Гомзово и Оршанское шоссе. Уже сейчас в этих районах проводятся подготовительные работы по вывозу снега и прочистке водоотводных канав. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»